Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей на канале Ростуризм ТВ. Сегодня я расскажу вам о главных событиях прошедшей недели. 15 мая в Ростуризме состоялась рабочая встреча с делегацией Государственного управления по делам туризма Китая. Обсуждались вопросы о сотрудничестве и организации совместных мероприятий в рамках перекрестных годов туризма. Об итогах встречи нам рассказал начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Валерий Коровкин. Делегацию возглавил глава Международного департамента Государственного управления туризма Китая господин Ман Ханьвэнь. Обсуждались абсолютно конкретные вещи, которые мероприятия в рамках годов. Прежде всего, конечно, то, что беспокоит и китайскую, и нашу сторону, это предстоящий визит президента в начале июня и участие, туристическая составляющая этого визита. Все обсуждение шло в таком очень предметном духе, и это была хорошая рабочая встреча. Заместитель руководителя Ростуризма Евгений Писаревский 18 мая принял участие в пресс-конференции, организованной Объединением международной интеграции в туризме «Мир без границ», которая прошла в пресс-центре РИА Новости. В ходе конференции рассматривались вопросы о развитии туристского инвестиционного потенциала между Россией и Китаем, инвестициях в отечественный туризм и сотрудничество по другим направлениям. Что уже делается и что было сделано? Конечно же, визит российской делегации в обновь с Владиславом Юрьевичем Сурковым в марте месяце, открытие года России в Китае, оно всколхнуло интерес к нашей стране. И вот этот визит наших коллег из крупнейших финансовых компаний Китая в Российскую Федерацию в поиске реальных проектов уже говорит о том, что это не просто наши отношения находятся на уровне переговоров, а речь идет о реальных проектах. Представители китайской делегации сегодня рассматривают площадки и на Северном Кавказе, и в Москве. И мы их в большей степени, конечно же, ориентируем на регионы России, в ходе поездки в Оргутск, в другие регионы, потому что огромный нераскрытый потенциал туризма, в том числе, я думаю, что более, что, наверное, заинтересованность и меньшее количество административных формальности для инвесторов находится как раз в регионах российских регионов. Поэтому это очень тоже важно, и мы надеемся, что уже в ближайшее время появится все больше и больше проектов, которые будут не пять, шесть, а десятки, и объем инвестиций будет измеряться уже в сотнях миллиардов рублей. 18 мая в московском гостином дворе под девизом «Отдых из первых рук» начала работу вторая международная ярмарка путешествий МИТФ-2012. На ее открытии мы побывали в пятницу. Нижний форум, он показал свою способность, это уже не первая по счету выставка, и самое главное, она нашла свою нижнюю. У нас на рынке достаточно много представлено профессиональных туристических выставок, а эта выставка, она все-таки носит формат потребительский. Она нацелена на прямое общение с потребителем. Сейчас век современных технологий, казалось бы, можно сидеть дома, сидеть в интернете, получить массу информации, но тем не менее, все равно остается потребность прямого живого общения. И самое главное, остается потребность приобщиться к празднику. А вот здесь удалось создать атмосферу праздника, и мне кажется, это большая заслуга организаторов и устроителей этой выставки. Я хочу пожелать всем участникам удовольной работы и богатых контактов. Планируется, что в работе ярмарки с 18 по 20 мая примут участие 400 компаний из 35 стран и 30 регионов России. В ходе мероприятия состоятся презентации новых экскурсионных программ и приключенческих туров, а также театрализованных экскурсий и других программ туристического обслуживания. В рамках ярмарки 18 мая также начал работу деловой форум гостиничного комплекса города Москвы. В работе форума принимают участие руководители федеральных и московских городских государственных структур и общественных объединений, занимающихся вопросами развития туристко-гостиничной отрасли. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» на час увеличил время посещения. Теперь главную достопримечательность столицы можно посетить ежедневно с 10 до 18.00. Ограничения по времени будут лишь в четверг, когда Кремль будет открыт для экскурсий с 9.30. До 17.00. Такой график работы комплекса сохранится на весь летний период до 30 сентября. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» включает в себя оружейную палату, ансамбль соборной площади с храмами, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь ризоположения, патриаршие палаты. На Ивановской площади стоят царь-пушка и царь-колокол. На Сенатской площади расположено здание арсенала. Комплекс традиционно пользуется большой популярностью российских и иностранных туристов. Такими были новости этой недели. А я с вами прощаюсь. Всего доброго!